Проблему и меры ее решения обсудили участники расширенного заседания Совета безопасности при главе Анапы. Подробную информацию о руководителях здравниц в условиях содержания детей представила замглавы Людмила Мурашова. Незаконная, по сути, деятельность, стоящая опасность для здоровья и жизни детей, осуществлялась под предлогом проведения турпоходов организации спортивных тренировок. При этом требования пожарной безопасности и соблюдения санитарных норм и правил, по большей части организаторы такого подпольного отдыха игнорировали, не говоря уже о том, что уведомления об этой деятельности не получали ни в администрации Анапы, ни в правоохранительных органах. Анапский межрайонный прокурор Максим Злобин сообщил, в суд направлены четыре рисковых заявления, причем два из них о запрете деятельности автокемпинга на Пионерском проспекте и частной базы отдыха в Пятихатках. По вине недобросовестных предпринимателей и недосмотру родителей отдых детей испорчен. В настоящее время решается вопрос сначала о переселении маленьких гостей в здравнице, где созданы все условия для их приема, а затем их отправки к месту проживания. Власти регионов, откуда в Анапу прибыли дети, будут поставлены в известность. Контроль за организацией детского отдыха должен быть всесторонним и всеобъемлющим. Еще два исковых заявления направлены в суд с требованием устранить выявленные в ходе проверки нарушения. Мониторинг учреждений санаторно-курортного комплекса, а также частных объектов размещения отдыхающих в Анапе продолжат. К работе по выявлению неучтенных групп детей привлекают волонтеров. Сотрудники молодежных центров города-курорта ежедневно патрулируют пляжи, наблюдают за порядком. Но главная задача таких проверок при обнаружении детей, находящихся без присмотра взрослых, выяснить все обстоятельства их отдыха в Анапе.